Здравствуйте, мои любимые жевжики! Вы видите и слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет, и мы на финишной прямой прохождение за Арабскую Империю Seedmare Civilization 6, при условии, что мы всем объявляем войну. Но хоть и на финишной прямой, если вы случайно наткнулись на это видео, то перейдите к первой серии, посмотрите полностью, пожалуйста, это намного интереснее, чем вот так вот случайно смотреть конец, причём. Спонсоры канала, все серии видят сразу во вкладке сообщества, большое спасибо вам за поддержку. В общем, успеем ли или не успеем за инками, майя, ну как, мы вообще три проекта сделали, отличая от них, которые сделали два. Но, во-первых, мы отстаём по науке, во-вторых, мы со всеми в войне, в общем, в любом случае у нас отправляется отряд самоубийц, назовём так, которые несут ядерные боеголовки в подарок, так, наверное, боевой мощи против морских юнитов в подарок моим соперникам. Тут надо аккуратно пробираться, ну, в инка я, по идее, должен отсюда нормально кинуть, короче, мы сюда плывём вниз. А вот до майя плыть далеко, если чё. Так, тут у нас какие-то горцы высадились. Ни сфига. Что я даже до него не... А, так, мы, во-первых, в Золотой век вышли, давайте выберем. Что у нас осталось? Небо и звёзды открывает озарение для исселения спутников, ядерного синтеза и нанотехнологий. Но мы это всё уже открыли. Поэтому нафиг надо. Создаёт ОБР. Кстати, вообще зашибись. Он мгновенно обосновывается во время выполнения. Это мне, мне кажется, уже не надо. Давайте ОБРа возьмём. И плюс ещё урановый... Ну, кстати, я не знаю, будет ли это работать... У меня ж не рудник, у меня город прямо на этом стоит. Давайте посмотрим. Плюс 3 вход. А если беру... Наверное, следующим входом... А, плюс 6 вход. Точно работает. Ну, ОБР взяли, чтобы усилить вообще города. То есть, это вообще уже теперь не берётся. Давайте бедного паренька. Горца ему юпочку приподнимем и... Железной ножкой по бубенцам позвеним. Какая-то написано... Ваш огромный боевой урод побеждает, несмотря на подавляющее числятое превосходство противника. То есть, там, ну, предположим, 10 тысяч горцев палками, или что там у них, царапают робота подавляющее численное превосходство. Словили моего шпиона Инки. Ай-яй-яй. Так, ну, продолжаем в Медину, наверное, отправлять. Виктория захватила Зензибар, но я не могу предложить. У меня нету дипломатических очков вообще. Так, Аболония, я... А, я только прибыл. Значит, давайте фабриковать скандал. Нобелевская премия по физике завершена. И чё там? Я победил, кстати. Ускорение технологии, накопление ресурсов в городах с университетом. Ну, отлично. Так, давайте проверим, что там совершенно случайно нет. Кристина не побеждает пока дипломатии. Смотрите, построил. Довольно быстро я тут построил... Эээ... Кампус. Нет, давайте-ка я не буду тут... Давайте священное место пока. Ммм, вопрос, кстати, интересный, где? Надо ли мне гавань... Вообще нужна... Слушайте, может, лучше гавань строить, а не... А, давайте сюда гавань. Не знаю, нафига мне, честно говоря, уже священное место. Я всё равно не успею эти синергию сделать. Пока так. Ядерное устройство завершено. Уже четыре штуки. Так, я тут бомбу... А, я не открыл... Я не открыл. Подождите, я открыл надо. Я это всё сделал. И мне надо... В умные материалы... У меня два хода до умных материалов, в общем-то. В Каире... Бомба... Ладно, давайте биржу пока. Я не вижу смысла мне... Или, блин, всё-таки в ускорении. Не, мне же ускорялки нужны. Ладно, тогда... Эти... Исследовательские гранты. Тут у меня вроде всё правильно стоит. 130 науки, 5%. Вот это тоже всё очень важно. И что я хотя бы 4 ГГшки союзных имею. Блин. Вы знаете, что мне ещё не нравится? Что мне не напоминают воспользоваться истребителями. Я мог обстрелить. Почему вот мне не дали истребителям обстрелять? Ну, шотландец потерял один юнит, созрел. Предложить мир. Вот видите, какие армии. Вот, обратите внимание. Я думаю, что вот эти армии огромные. По 3,5 тысячи. По 2,5 тысячи. Именно из-за того, что я постоянно в войне с ними. Как только нет войны, они никакую армию не делают. Так, пострадало стихийного бедствия. Не буду помогать. Да, тут надо вступить. Блин, я же, наверное, тогда мир заключ... Ну, я не знаю. Сейчас посмотрим. По идее, я могу... Если я вдруг заключу мир с теми, кто вступит в освобождение Занзибара, то я либо постараюсь... Да. Принято, видите. Я либо постараюсь сразу им объявить войну. Можно совершать прыжок через горы, морские поселения добыли. Либо я просто с ними никаких отношений не буду иметь. Да, 8 ходов. То есть я с ними никак не торгую сейчас. Это, слава богу, те цивилизации, которые мне ничего сделать не могут, никак меня не атакуют. Так что, я думаю... Надо как-то решить с этими правилами по кризису. Но мне как бы выгодно этот кризис взять, потому что я сейчас имею... Так, это выполнят. А, слушай, так я ничего не имею. Между прочим, странно. Может быть, там какая-то плюс к атаке хотя бы добавляется. Я стою тут. Чисто контролирую, чтобы ко мне никто не приплыл. Ну, стоим, наверное, просто роботом. Нету смысла куда-либо плыть. Так, тут потихоньку, чтобы не нарваться на юниты. Здесь все. У инков тырить больше нечего. Значит, дамбу повреждаем. Ради чего сюда и прибывали. Серьезно? У инков больше нечего тырить? Неужели я догнал по науке ребят всех? Да, я все-таки вырвался вперед по науке. На одну теху впереди. Ну, значит, продолжаем гранты. Фигачить. Есть ядерное оружие. У меня уже 5 бомб. Кидай, не хочу. Хм. Ну, походу, вот эта одна технология, это не открытые нанотехнологии... Блин, как бы так, чтобы он меня больше не спрашивал никогда ничего. Не открытые нанотехнологии инком. 320... 209 всего науки встало у инка внезапно, а было 400. Я его никогда гнать не мог. А ему там ничего не сделали? Так, дополнительно изменится. Давайте за черепаху голосовать. Так, два очка дипломатической победы теряет Швеция. Запрещает вырубку... Или... Ну, я не буду ничего вырубать, все равно. Давайте тогда запрещает лесов, например. Тут, вот видите, что-то разрушили инку. Так, черепахи не влияет на довольство. Хреново запрещать вербку леса. Получает два очка китаец, нормально. Есть запуск межпланетной экспедиции. Что мы и делаем в Каире. Блин, что-то пять ходов, что так долго. Это из-за недовольства, видите. Вообще, надо караваны в Каир перебрасывать. И... Я, кстати, в Каир поставлю нашего робота. И там их делаем. А, вот и межпланетный полет. Так, раз, два. Ровно через пять ходов, когда будет экспедиция завершена. Кайф. Прям кайф. Так, а что это у нас тут за Маури такой? А вон там еще этот. Так, Маури тут немало что сделает. А вот этот броненосец может сделать. Поэтому... Спокойной ночи. Блин, что-то больно по истребителю. Оборона города бьет. Что там к финикии отваливается? Ага, вот этот Зулусский отвалился. И... Ну, Роксбург, кстати, кто-то захватывал. Вот, наверное... Блин, я не заметил, но... Япония или Нубия. Кто-то из них его захватывал. Какие у кого предположения, откуда было куча... Ну и есть, в общем-то, куча культуры. Потому что я, опять же, я посчитал... Стену... Мусоракет. Ну даже там, ладно, предположим... Да, блин... Предположим, эти... Блин, тут подводные лодки немецкие плывут. Впервые... Попросил мир японец за всю игру. Ты, наверное, с ним дольше всего... Ну, конечно, дольше всего война с Китаем. Но Китай практически там сразу просил уже. А японец... Вот, урезаю сколько ходов не просил. Как бы мне тут... К субмаринам немецким не попасть, интересно. А, стоп, так меж с ним перемирия. Из-за кризиса. Так, окей, пока... Пока плаваем. Ой. Так, это я тут... Ну, вертик надо валить. Явно ко мне плывут. Ребята. Охрану природы ускорили. Не обращаем, наверное, внимания на... Шотландские подлодки. У нас цель ядерку бросить, а не с подлодками бодаться. Еще ядерное устройство. Космопорт тут есть. Атомная подводная лодка завершена. Ну, наверное, давайте продолжать. Или... А, нет, давайте сельские гранты. Тут уже буквально чуть-чуть. Что у нас по... По проектам. Так, третий проект майя начала. АИНК так и не открывает нанотехнологии. Но это... Это вот поразительно. Это... Это и смешно, и поразительно. То есть... Понятно, что он идет на научную победу. Но каким-то макаром. Он прямой наводкой открывает умные материалы раньше всех. Но не открывает нанотехнологии. И вообще их игнорирует. Не хочет их открывать. Что за бред? Как это так вот прописано? По дипломатической победе морское поселение. Эти прикольные поселения. Это на туризм и на культуру. Это все нафиг надо, честно говоря. Давайте я куплю в Дамаске и в Таифе рабочих. И вот это вот морские поселения построю. Они тут будут очень в тему. Так, дальше. Куда-то уплыли... Все... Вертолетики. Почему-то. Так, пока что-то тут за мной выслали в погоню современные ПТ-команды. Так, а как мне в мае? Ага, вот туда. Видите, сколько армии на самом деле у Финики? Такие вот... Любой компьютер, если бы захотел меня убить... Ну, не знаю, мне кажется, я все-таки перехватил бы. Вот сейчас я бы уже все морские... Вот эти плавающие, плывущие ко мне там всякие современные танки... Я бы, наверное, их уже убил. Не думаю, что тут меня можно реально разостать врасплох. Так, а вот тут у нас еще приплыли за чем-то, ребята. Так, вот эту каравеллу можно в эсминце. Давайте. Так, космическая гонка взята, кооперация взята. Рейну я очень долго не апгрейдил вообще. Хотя у меня там, по-моему, не особо большой бонус за соседство. Не знаю. Просто мешал проплыть. Мне... Не хочу тратить время на убийство этих юнитов. Мне надо добирать... О! Нет. Да. О, ну какая-то слабенькая дамба. Совсем... Даже ни одного района не похерил. Ну, хотя вот этот... Пригород. Ну, честно говоря, так себе. Тут он куска горит. Я смотрю. Этот пригород разграблен. Тут ему что-то ломали, он уже восстанавливает. Блин, 186. Я думаю, кстати, что вот это вот все... Я вот... У меня сейчас такая теория, что, видимо, у компов в конце игры... Вот это снижение происходит из-за очень хренового счастья. Вот мне надо посмотреть, есть ли у них где-то показатель счастья вообще потом по графикам. Ну, тут еще видно, что инк низком не торгует. То есть, компам надо прописывать, если вдруг кто хочет мод делать, где-то это поискать, чтобы они как-то активно торговали ресами на счастье. Мне кажется, они вот этого не делают, и поэтому... То есть, у них есть какой-то предел до середины игры, когда им всего своего хватает. А потом они упираются просто в пределы по счастью и начинают получать штраф ко всему. Я это умею обходить, да? То есть, я умею что-то делать, даже не следует, чтобы я в войне. А у них какие-то проблемы начинаются. Они просто не любят торговать друг с дружкой. Так, ну, давайте партизан завербуем скорее. Ну, слушайте, он даже межпланетный полет уже открыл, кстати. Давайте диверсию устроим. Или давайте даже сорвем ракетостроение. Инк, то есть, он открыл межпланетный полет, но не открыл нанотехнологии. Вот как... Почему? Вот как это у него прописано вообще у компьютера? Видите, нету нанотехнологии, зато межпланетный полет. Который ускоряет все это дело. Есть. Смешно. Так, тут аквапарк. Колесо обозрения. Ничего не меняем. Ингитер, друзья, с Японией. Ну, удачи. У меня уже истребители подраненные. Ну, это Маори захватил обратно своего юнита. Ух. Концерты начались. Я сейчас проверю. Вдруг там... Ну, тут можно опасаться только китайца. Только китайца. Вообще, на самом деле, с такой верой и с такой культурой вполне... Вот, если это был бы живой человек, он бы выиграл культурой, мне кажется, эту партию. Да, не, без шансов тут. Так еще дипломатию проверим. 13 из 20 тоже без шансов. Так, ну, Майя третью запустила. А я уже четвертую через два хода. И у меня ускорялки через два хода. Все вообще по таймингу. А, Инку... Делаем ставки. Откроет он нанотехнологию вообще до конца игры или нет? Фак, что это... Что это такое вообще? Ужас. Просто дикие какие-то армии. Так, сколько у меня еще ходов? Четыре хода до объявления войны. Да, блин, а что так? А что так больно по... Современному истребителю? А, тут ПВО где... А, блин, тут линкор. Линкор ПВО, кстати. Вроде как да. Линкор. Ну, ракетный крейсер 100% ПВО. Это я из-за линкора получил, походу, такой... Такой урон. Так, стоп, а какой... Стоп, а какой юнит захвачен? А, господи! Я-то думал, где-то он захватил. Так, ну... С этим безобразником надо разбираться и ехать. Пока постоим. Я зачем-то построил такие РСЗО... О, СРК. Блин, то есть, Маури около моих берегов поймал рабочего, а не здесь. Ладно, я его тут просто утоплю тогда. Так, ну мы практически... Следующим ходом полетят ядерки в инка. И его... Путешествие к звездам точно закончится. Давайте здесь рабочего. Эти города, где нету компусов, вообще нету смысла что-либо строить, честно говоря. Вот еще одного рабочего. Так, венецианский арсенал все-таки кто-то построил. Золотые ворота. Венецианочка. Так, где у нас тут извержение? А, тут, наверное, котел ломается, может быть, из-за извержения? Ох, как тут сейчас ядерки прилетят. Ой, какие тут битвы. Апостолов. Ну и в мае я надеюсь все-таки кинуть. Так, что-то какая-то там ГГшка. Вволен что ли? Да, вволен. Да, слушайте, линкоры хорошо против самолетов стоят. А они все-таки... Ну, немножко, опять же, тупо против современных истребителей. Я понимаю, что они хорошо стояли против истребителей своей эпохи. Но вот это как-то странно. Ну что, квадрирема против эсминца? Кто победит, господи. Эй, а что-то производство ушло. Все, оно вот так заменяет. Так. Но линкор не должен видеть подлодки, по идее. Куда вот эти... Это немец плывет, очевидно, Занзибар отбивать. Привело в том, что он остановит... То есть я ему объявлю войну ровно тогда, когда у него вся армия будет около меня. Получается так. Пожди, написано плюс одно производство. Три пищи, плюс одно производство, плюс два золота. Я слепой или... Производство просто убирает, написано 4 пищи, 3 золота. Что за фигня? Две пищи, плюс к производству за каждое соседнее... А, рыбацкое судно. Так, я тупо его ставлю, я понял. Я все понял. Так, рыбацкое судно у нас где вообще? Вот, вот. Вот сюда надо 100%. Так, понял. Не прочитал. Так, а в кого? Это сейчас ядерка полетит. Блин. Прям столько всего вкусного, куда бросать. Так. Вуануку, давайте вот сюда сначала. Мимо статуи свободы. Улететь хотел в космос, да? Говоришь. Не, она на технологии так и не открыта. В космос, говорит, хотел. Следовательские гранты. И еще одна сейчас полетит. Теперь уже вкус, канадо. Кстати, робота не убьет. Роботы хорошо выдерживают ядерные удары. И в этом ядерном пепле еще урон не получают. Кстати, я мог... Он же еще может и ПВО, по-моему, получить при каком-то улучшении. Возможно, не очень правильно было бросать рядом с роботом. Так, давайте посмотрим, Инг с кем-то воюет еще. С немцем, Золусом и Нубией. У Нуби есть шанс города захватить. Сможет ли она? Я вообще никаких юнитов тут не вижу, чтобы они нападали. Поэтому вряд ли, конечно. Какой мир? О чем ты говоришь? Тоже, видите, всего 2 ядерки и уже мир охота. А, всем мир охота, когда ядерки полетели от меня, да? Блин, а в кого-нибудь вообще компьютер бросал ядерки хоть раз? Я вообще не помню, чтобы в меня компьютер бросал ядерки. Честно говоря. Что-то мне. Ну, в общем, демонстрация ядерного оружия сразу заставляет соперников хотеть с вами помириться. Вообще, все, кому я еще не запретил требовать с меня мир, все предложили. Ауч. Подлодку бьют. О! Даже Швеция. Последний проект. Поехали ускоряться. Смотрим. Нанотехнологии так и не открыты. Да. Ускоряемся. Так, тут космопорта нету. Блин, я что-то забыл рабочими помогать. Давайте здесь будем помогать. А, блин, это не этот город. А что это он исчез? Там три заряда было. Или он сразу все три заряда использует? А, вот оно что. Ясненько. О, тут производство есть. Ну, тогда денег нет почему-то. Блин, а за что деньги даются? Очень странные морские поселения. Так, давайте тогда этих рабочих фигачить. Так, здесь у нас ускорялки. Где-то еще был космопорт, по-моему. Тут. Блин, надо глянуть на общем. А, подожди, так тут видно. Вот космопорт, в Багдаде космопорт, в Сане космопорт и все. Так у меня три космопорта всего лишь. Не так быстро я улетаю, как хотелось бы. Так, теперь очередь Майя. Майя. Ну, то пока только дотекали, долетает, но это тоже уже достаточно. Вот космопорт, кстати. Нам бы еще ближе подобраться в поленки кинуть. И в УАП Кабналь, потому что тут основное производство. Хотя и в Калакмуле еще производство, наверное, но тут он послабее будет. О, мир тут. У меня здесь шпион выжил после атомной бомбардировки. Так, ну, надо еще куда-то бросить. Давайте прям в Ольян Тайтамбо. Так точно. Пудух. Красивый грибок. Типа грибы. Типа грибы. Ну, давайте Валенсию. Уже добьем вот сюда, чтобы еще космопорт накрыло. Ну, инг точно выключен. То есть у меня единственный соперник это Майя осталась. Ах, хорошо. Так, давайте-ка свалим пока. А, ну, рядом друг с другом не строится. Не понимаю все-таки. Ну, ладно, тут три деньги, может, осталось, потому что просто клетки. Хотя тут исчезло три деньги. Так еще какие-то глюки с этим... С этим улучшением. Так, в Думьяте тоже строителей просто. Вот, видите, плюс сток боевой мощи против воздушных целей. Я вообще не знаю, работает ли оно как ПВО на самом деле. Но вполне возможно. Ну, то есть если самолетами прям робота атаковать, то будет больно. Но если вот рядом соседней клетки, будет ли он как ПВО использоваться? Вот это вопрос. Так, ускорялка, ускорялка. Ну, мы сейчас довольно долго улетать будем еще. На самом деле. Думаю, ходов пять. Как минимум. Я даже синтетическую технократию очень... Я что-то с культурой в этот раз был и так себе. Ну, давайте потихоньку подводить итоги. У меня как бы нету сомнений, что я уже тут победил. Потому что... Тупо потому что почему-то компьютер решил не идти в нанотехнологии. Инк, именно. Тогда была бы хоть какая-то интрига. А сейчас уже без шансов. Ну, вы знаете, мне понравилось. Реальная игра постоянно держала в напряжении. Именно из-за того, что у тебя приходится со всеми воевать. Не надо было стремиться всех находить. Действительно. То есть я бы на самом деле тупо до спутника. Просто сидел бы у себя. Потому что тут нахождение кого-либо дает тебе только очки эпохи. А никаких бонусов, которые в обычной игре. Типа там торговля ресурсами. Возможность там продать им что-то и деньги получить. А оно тебе не дает. То есть это получает только штраф, если ты кого-то находишь. Поэтому вот в таком режиме, если ты всем объявляешь... Сбили, смотрите, ядерку. Ух ты, зенитка стояла. Вау. Моя хороша. Так, я не могу еще войну объявить. Не могу. В некотором смысле мне повезло со стартом, что я отдельно на самом континенте. Не скажу, что мне вот прям чудо сильно помогло. Потому что оно все-таки не работало. Оно работает, если вы... То есть оно крутое, если вы караваны пускаете. А я даже в Кахокию всего один караван пускал. Потому что мне больше надо было города выращивать. Именно на еду я пускал между своими городами, а не в Кахокию. Вот сама Кахокия мне помогла. Потому что караван, этот курган свой этот строил. Делала. Позволяла строить караван вот этот Кахокий. Который давал и дает мне счастье. Что за высадка здесь? И за счет этого хоть как-то города могли расти. В остальном... Ну, то есть еще я все-таки хотел... В следующий раз обещаю, что попробую на Пангея. Именно... То есть я сейчас... Сколько там, не знаю, две серии или три серии сидел вообще без войн. Просто развивался. Ну, для первого раза можно было попробовать так. Я просто не думаю, что как бы и на Пангея у меня были бы какие-то проблемы. Просто в начале было бы много там... Войн. Я бы просто, скорее всего, кого-то захватил. Таким образом. Поэтому я не думаю, что это сыграло важную роль в данной партии. Что я вот на одном отдельном континенте был. Отдельно от всех. То есть все равно я тут поставил свои семь городов. Вот что-то не добавляется в производство, например. Не понимаю. Блин, больно. Давайте я на свою территорию лечиться буду. Все, приговорили мою подлодку. За то, что я пытался в столицу Майя кинуть ядерку. Сразу прибыли карательные отряды. Не успели, ребята, смотаться. Блин, у Инка уже меньше всех науки. Меньше только у Маурии и Испании. Так. Это атакуют мои подводные лодки испанцы. Еще и никто не захватит города Инкой. Советую, что у него две... Ой-ой-ой. Выжило. Так. Хорошо. Тут какая-то Китай пошел в атаку. Какая-то Китай. Так, ускорялка. Улучшенный ИИ. Давайте прогнозирующие системы. Тут прячемся в городах, потому что я сейчас буду объявлять войну Германии и Византии. Извините, это пофигу, а вот Германия сейчас ко мне придет. Прям снизу сразу. Один раз можно ускорять. Так, тут мы сюда отправим. 3, 2, 2. Здесь 3, 1, 2. А получается такой же смысл. Не знаю. Ну, конечно, там еще два жилья дает, правда. Но все равно как-то странно эти морские поселения выглядят. Так, а, они тут не лечатся. Ну, интересно, вообще я подлодку вижу. И как может истребитель подлодку атаковать? Она типа всплыла, я ее поэтому атакую. А, давайте, давайте, давайте. Сюда встану. Ну, я все ядерки использовал, ой. Так, тут походу наши подлодки найдут. К сожалению. Просто ускорялки строителями убыстряю. Ну, вообще уже делать нечего, часто говорите. Хлеба и зрелищ. Праздник улета с этой негостеприимной планеты устроим. Ну, и вот. И главная трудность, собственно, в такой игре, это отсутствие счастья. То есть, именно это больше всего сдерживает, а не войны с компьютером. Ну, и обратите внимание, какие огромные армии у компьютера. Это именно за счет того, что, видимо, постоянно с ними в войне. Я по-другому объяснить не могу, потому что в предыдущих играх таких цифр не было. И это означает, что будь мы на Пангее, мне было бы сложнее. Вот сейчас в конце. Это прям 100%. Так что надо реально будет на Пангее пробовать в следующий раз. Потому что компьютер фигачит. Он, конечно, и морские делает, но в основном он все-таки делает... Знаете, я не буду ничего менять, не хочу. Но в основном он все-таки делает наземные юниты. А наземные он ко мне не приплывает. Я могу спокойно, собственно, сидеть сейчас и там развивал. Ну, иногда я там плавал, конечно, кораблями, но это мое личное было решением. Это не обязательно было делать совершенно. Так, ускоряем. О, как я и говорил, видите? Прибыла делегация с ответным визитом. Отличненько. Что-то тут прокачиваем потихоньку. А никого тут нет. Просто стоим. Ну, блин. Невозможно, юниты отправить. Так, давайте беспорядки провоцировать. Инки в ядерном угаре там. Мне тут уже ничего не надо. Ну, давайте в Бандарбрюна, я не знаю, шесть штук отправим. Просто ставлю на последнюю эту. Ничего уже не меняю, хотя мне, например, наука не нужна. Абсолютно. Упешный срыв ракетостроения. Ауч, убили под лодку. Ну, конечно, немцы сейчас... Ну, тут все равно ничего взять не могут. С таким... С такой силой... Городов и с теми... Оборонными этими, которые там уже есть, это не берется. О, Зулус построили Ленкова. Зулусы реально такие отсталые, как в реальном мире прям. Только сейчас таки... О, нас линкоры есть. И тоннеры где-то... Кого-то поменяли на бусики. Так, ну тут уже технологию будущего, давайте. Против рейдеров, в боевом построении. Ну, эти в боевом построении, хотя у нас... Тут и рейдеров-то нету ни у кого, поэтому смысл мне брать. Рейдеры это типа каперы подводные... Ну, хотя я видел подводные лодки. Блин, я тут мог. Ладно. О, слушайте, у меня еще подводки живы. Ну, какая-то охота прям на них идет. Стенку отремонтирую на всякий пожарный. Да, ну, при такой игре, правда, выключаются точно три победы. Дипломатическая, религиозная и культурная. Вообще-то без шансов это невозможно. Знаете, что я подумал? Может быть, зато можно включить корпорации и монополии. Тогда корпорации и монополии не так... Тогда можно будет победить культурой, даже вот без этого всего. Просто с корпорациями и монополиями, если вы обычно играете, то вы там, просто у вас куча туризма идет. А так у вас будут штрафы из-за того, что у вас война со всеми. Ну, или там не встречены, то вы не сможете так распространять свой туризм. Надо, кстати, реально в следующий раз попробовать с корпорациями и монополиями поиграть. Так, сколько у нас тут осталось? Четыре всего вход. Так медленно. Так медленно. А видите, а вот этот, субмарина даже не отвечает самолету. Просто каравеллами линкоры топим. Не, ну, плав... Этих вот дуболомов, занимающихся плаванием, вообще ненавижу. Да, блин, и не... Ну, это просто поразительно. Как такое может быть? Современные подлодки не убивают дуболомов, которые там куда-то плывут. Так что в следующий раз на божестве я попробую то же самое. Ну, то есть вы еще в комментарии свои предложения по этому поводу кидайте. Тоже объявлять войну всем встречным поперечным, но включить корпорации и монополии и играть на панге, чтобы точно быть вот... Ну, то есть, чтобы вот эта вот армия, которую они строят, именно на меня шла. Со мной воевала. Тогда это, по идее, я больше буду там затормаживаться. Один свет... У меня что, электричества не хватает или что? Короче, мне надо, видимо... Мне надо за этот делать, за алюминием. Мне электричества не хватает, ребята. Я не то... Я какую-то херню тут устрою. Мне надо... Фак. Так, вот, чего она... Она трицарик, что ли, стоит? Так, мне надо... Не хватает электричества. Все то, что я тут ускоряю, то нафиг никому не надо, потому что... Ну, тут построится вообще. Ну, а, давайте даже куплю. Надо эти ставить. Детрики. То есть, у меня этих точек Лагранжа дофига, а электричества-то на них нету. Не хватает. Да, господи, шо вы тут все стоите? Тоже вот проблема, что нехватка ресов получается, и... Не улетает экспедиция-то... Давайте... Ну, вот где мне тут сделать? Тут, что ли? Надо вообще смотреть. Майя-то еще жива, но тут нет умных материалов. Да, на этих... Ну, суть, там Византия, но в Византии еще кучу всего надо открывать. А Рабу тоже... Не Рабу, а тем Нубии. Не, ну я тут победю. Просто тупо немножко отложено. То есть, вот эта фигня, что у меня все запускается, это... Сейчас лишнее только производство потрачено, потому что мне не хватает два световых. Вот, но видите, у меня еще осталось шесть лететь. Тут... Могу я? Могу. Вот эту еще. Так, теперь... Береговая ветроэлектростанция. Могу я? Ну и что ты в себя приплыл? Так, господи Успел даже гавань построить Куплю здесь Нет, не здесь, в Каире куплю А, подожди, у меня где-то торговец О, ничем не занимается Еще осталось, с прошлой Мекки оставался А, да, и священное место Бессмысленно, абсолютно Но в Мекке должно быть священное место Это же Мекка Так, нефиг больше делать Давайте в фестивале Технология будущего Четыре с половиной тысячи армия у Китая Четыре с половиной тысячи у Германии Три сто у Майя Четыре двести у Инка Правда, которые уже тут без городов Ну, собственно, у него Зато 150 науки В эпохе будущего Только я и почекуток Да, я теперь Моя теперь теория Почему так слабо компьютер в конце Это именно из-за несчастья Я постараюсь сейчас График глянуть, если он будет График глянуть Блин, нельзя Убирать лесопилки Как раз А сейчас бы мне надо было бы убрать Конечно Ну, я пытаюсь как можно больше Источников энергии поставить Сейчас следующим ходом Вот сейчас мне пишут два хода Но я уверен, что на следующем ходу Будет больше Улетания в ход Играет лесопилки Не успеем Нобелевскую премию По литературе получить Но нам не за что Мы ничего не писали У нас вообще нету ни одного Литературного шедевра Кстати В наших городах Игречество имя мало Потому что угля мало И Ну тут Дебильно сделано Перераспределение энергии Вот это автоматом Там какие-то приоритеты есть Явно ускорение На улет Это не Не главный приоритет Так Смотрим Видите Три световых хода То есть я где-то В этих городах Дал электричество И перераспределил на улет Но следующим ходом Уже все будет Конец Тут по-моему Кстати это не работает Потому что Ну хотя вот тут Этот работает А вот Не приоритет А и все работает Все третий радиус Так что ладно И здесь даже будет работать Ветрячок Убили Шпиона Тут стоим Стоим Разграблю напоследок Караван Как пират Сомалийский Нет Не английский И не Какой там Карибский А Арабский Настоящий Пират Ядерное топливо Перейдем Открывайся Открывайся ну что радостное завершение ну как еще можно по-другому вот сделать условия игры мне понравилось с объявлением войны всех отключена правда получается дипломатии еще раз повторю и считаете три победы но зато действительно был челлендж и для первого раза оказалось нормально что я именно на континенте нахожусь я думаю что если себе реально был на панке и там ну или на континенте окруженный соперником я бы не победил мне меток мне так кажется тут буквально до победа на тоненького давайте посмотрим если тут графики по счастью уничтожена юнитов счет эпохи счет игрока потери на юнитов в этой игре уже довольно много юнитов потерял зуба движка и сам лес во многом так района в здании объявления войны так напоминает что тут можно еще в другом месте посмотреть сейчас выйду в главное меню вот видите дополнительный контент зал славы выбираете так последнюю игру вот саладин сведения об игре его собственно открываются отчеты давайте посмотрим вот здесь больше инфы по графикам давайте посмотрим может ли тут быть счастье хотя как а как вот его показать счастье на самом деле там же за каждый у каждого города свое счастье думаю в графике это никак не показать вот в чем дело вот давайте просто по науке даже посмотрим и попробуем по предполагать оставлю мая и пачеку т.к. уметь предположением то есть вот тут он развивается развивается тоже самое мая касается и вот здесь видите где-то начинается кризис остановка вот это возможно и конечно я ядерки покидал вот это да понятно но вот здесь почему останавливая даже в минус уходит я думаю что здесь вот это предел по счастью скорее всего и здесь просто компьютер ни с кем не торгует дальше не получает рез и соответственно нету дальше рак куда расти наоборот даже штрафы к счастью получает а не штрафы к счастью а просто из-за счастья штрафы например к науке минус пять процентов и вот так преподает тогда но предположим я тут 400 минус пять процентов это минус двадцать света вот так и есть так вот нет такое полностью ощущение а знаете что мне интересно культура культура этого китайца до сих пор не понимаю откуда он так а кстати а вот по городам вера здание золото культура населения вот давайте мы глянем население у инка то есть во первых не только шесть городов было вот они вырастают видите что города вырастают вырос почему-то соус у него до 30 до миг они мне что-то кажется тут какая-то ошибка в этом графике я не помню что там был где-то город в тридцатник во первых во вторых у него ну шесть городов было но точно не один город вот тридцатник а все остальные так мало но слушайте можно отмотать видео посмотреть на самом деле выбросы так сейчас я пытаюсь найти может это есть все таки по счастью какое-то то в какому античная республика 78 ходов был и фашист инк фашист прибыль города производство пища золото вера наука культура но тут не видно и непонятно от может статусе города население но среди вот тут население соуса 11 написано по счетам в графике 30 не на это сейчас ну я помню соус у нее не бросал ядерку ну даже здесь равно в графике она типа 22 или это общее подождите ну короче что-то не так с графиками в общем в любом случае мое мнение что компьютер останавливается из-за нехватки счастья и не понимает где его взять вот это не объяснили и не сделали а так как игроку за счет того что мы совсем объявляем войну тоже не откуда счастья брать практически то есть приходится там изощряться то получается идти наравне а если еще быть не на отдельном острове а реально на общем континенте когда тебя наземными видеть что они три с половиной тысячи силы наделали юнитов надо будет следующий раз попробовать ну и ваши ваше мнение на этот счет в комментариях надеюсь прочитать на этом все играйте в умные игры спасибо что досмотрели до конца спонсорам спасибо за поддержку всем пока спасибо что досмотрели до конца я алексей халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока